Конечно, вы просто напишите комментарий в 15% обещали и все. Рыба не пахнет свежестью. Привет, народ! Прошлое воскресенье не получилось, а сегодня получается, потому что я поправился и мы доделали наши делишки. Вот, так что. Ну, я надеюсь, ролик с предыдущего воскресенья, мой небольшой вложик по открытию нашего нового филиала вам тоже понравился. Если вдруг его не посмотрели, то вот здесь вот появятся. Посмотрите обязательно. Мне кажется, довольно интересно. Сегодня у нас на обзоре заведение, которое называется Суши Авеню. И не надо писать в комментариях, что постоянно одни суши, одни пиццы в обзоре. Уже давно не было у нас суши на обзоре. Вот. Суши Авеню случайно мне попалось. Я как-то ехал в Митина, и мне попалось их заведение. Я такой, опа, надо посмотреть. Залез. Оказывается, довольно, ну, популярное, известное место в районе Митина, Красногорска. Еще несколько у них локаций. Заказ я сделал из неприятных новостей. Мне сначала позвонил человек и сказал, что доставка будет платной. И объяснил мне это расстоянием от филиала. Что для меня было удивительно. То есть информации о платной доставке при заказе никакой не было. Тем не менее, я залез на сайт, и там эта информация есть. Поэтому я считаю, никакого кидалова. Тут написано, при доставке от 5 до 7 километров. Именно, видимо, в этот радиус попадает мой адрес. Сумма доставки будет 149 рублей. Более 7 километров 199. Вне зависимости от суммы заказа. А сумма заказа у меня чуть больше 5000 рублей. Место не самое дешевое. Ребята и девчата, я знаю, что многие из вас не только обзорчики смотрят. Но и поготовить любят. Это абсолютно точно. Потому что у меня канал не только с обзорами, но и кулинарный. Вообще, изначально у меня только кулинарный канал. А теперь тут все подряд. Кто еще не знает, есть очень толковый сайт. И еще более толковое приложение. food.ru Как мой канал посвящен еде, так и food.ru это пространство для любителей еды. На food.ru большое количество пошаговых рецептов. Кухонные лайфхаки. И просто познавательные материалы, которые интересно почитать. А еще там высокое качество материала. Потому что все материалы проходят модерацию. Но в первую очередь, это, конечно же, качественные пошаговые рецепты. В рецептах указано количество ингредиентов. Тут даже калорийность есть. Чтобы те, кто худеет, могут взять и заранее оценить, сколько это будет по калорийности. Ингредиенты, четкий алгоритм действий, фотографии к каждому шагу. Все, что мы любим. Вы, кстати, тоже можете стать частью сообщества food.ru. Стать автором и растить свою экспертность. Вам надо просто нажать на кнопочку «Создать рецепт» и пошагово поделиться вашей фирменной вкусняшкой. А у каждого из вас она точно есть. Но это не точно. Но если есть, поделиться стоит. В описании под видео. Это там. Будут ссылочки на приложение food.ru. И ваши любимые рецепты будут у вас всегда под рукой. Устанавливайте, готовьте с удовольствием. И, конечно же, делитесь вашими семейными рецептами с остальными. Суши Авеню доехали. Доехали с небольшим опозданием. Минут на 15. Не критично. Претензий, в принципе, нет. Обращаю внимание, что мой заказ по еде на 5369 рублей. А мне в итоге общая цена здесь обошлась 5520 рублей. Почему? Получилось странно. Когда я заказывал, получается, Поки на сайте стоил дешевле. Мне его продали дороже. Давайте позвоним и выясним, как так получилось. Добрый день, Рестрал. Суши Авеню. Здрасте, еще раз. Вы нам заказ привезли. У меня вот вопрос по стоимости Поки. Мы на сайте у вас делали, Поки стоили 499 рублей. У меня в чеке почему-то 599. Так, сейчас, секундочку. Да. Э, Василий, да? Что-что? Василий, да? Поки с креветками стоит у нас 599 рублей. А у вас на сайте написано 499, что ли? Да, на сайте 499. Ну, извините, иногда ошибка бывает от сайта. Но там у нас цены поменялись. Ну... Так, и как нам... Извините, тогда давайте это в следующий раз, когда заказываете у нас, мы 15% скидку обещаем. Хорошо. Когда заказ делаете, на комментариях напишите, что обещали 15% скидку. Хорошо. Вы запомните эту ситуацию, да? Конечно, вы просто напишите в комментариях 15% обещали и все. И это сработает. Хорошо. Договорились. Ладно, все, понял. Спасибо. Спасибо за понимание. Вы сайт тогда поправьте, да? До свидания. Просто 15% скидка напишите и все. Пацан молодец. Позитивный. Ну, короче, это просто ошибка на сайте. То есть они цены подняли. Я думаю, что сейчас у многих такие госяки бывают, потому что времена не самые простые в нашей жизни. Вот. И все эти изменения цен, конечно, надо успевать, чтобы везде все соответствовало тому, что происходит. Вот такой пакет. Пакет крафтовый. Обычный, симпатичный. Не запечатанный никаким образом, что ставит под сомнение наличие скрепок. Это как христианские дела. Ну, не суть. Короче, вроде все. Привезли, мы это сейчас проверим. Здесь у нас вот так вот все навалено. Это тот самый Поке. Соевые соусы. Вот этот замененный Фьюсти. Теплые комнатные температуры. Салат Цезарь. Еще соусы. Довольно симпатично выглядят. Роллы не очень большие, но выглядят в целом симпотненько. Крышечка. Немножко портит тут внешний вид. Ой, блин, как я этого боялся. Круглые палочки. Я их ненавижу, ребята. Круглые палки. Отстой. Смотрите, ребята, тут у них, видимо, коллаборация с легендарным баром Сергея Жукова. Легендарный это не я назвал, это они так написали. Тут какие-то купончики еще дают. В Митино они, видимо, находятся. Один Жукоин. Подлежит обмену на коктейль и хорошее настроение. А вот, между прочим, список всех их филиалов на Войковской, на Новослободской, метро Университет, метро Волоколамская, как раз откуда нам везли, и МЦД на Хавенов Красногорске. Пять филиалов, довольно солидная компания. И здесь вот все меню. Что я имею против вот таких вот палок? Ну, не конкретно таких, а вот в принципе, да, круглых палок. Они все время проворачиваются, вот. И они очень тонкие. Для моих толстых ручек такие палочки неудобны. То есть для меня прям вот катастрофа, когда приезжают именно круглые палки. Пусть они будут хуже по качеству, менее обработанные, но будут с гранями. И тогда я буду доволен. В общем, палкам заранее неудобно. Напиток, на который мне поменяли, ребята, не то чтобы комнатной температуры. Он сверхкомнатной температуры, 27 градусов. У меня обычно в комнате 22. Вот так вот. Это еще теплее. Видимо, хранятся на кухне, а кухня это не самое прохладное место в мире. Расходники это отдельный вид искусства. Тут понять логику очень сложно. Мне дали 6 соевых соусов, 4 васаби и 1 имбирь. Почему именно так и почему именно в таком количестве, я понять не могу. То есть, например, я могу понять, ладно, васаби, соевые соусы. Окей, 4 васаби в среднем хватит, чтобы замешать в соевые соусы. Потому что так делает большинство. Ну, кто-то ест васаби отдельно, конечно, намазывая на роллы, например, мой батя. Но тогда может не хватить. Но вот почему 1 имбирь, я не понимаю. То есть, по идее, имбирь это типа на одну среднюю порцию роллов. То есть, ты ешь ролл, заедаешь имбирь, ешь опять ролл, заедаешь имбирь. И как бы вот одна порция на 1 ролл. Роллов у нас больше, чем 1. Это странно. Минус в карму, минус по сервису. И какая-то маленькая баночка соуса, видимо, к цезарю. Мизерная. С Поке получилась неловкость. Я его уронил, когда мы делали заглавную фотку. Ну, давайте попробуем креветку хотя бы оттуда. И авокадо. Неплохо. Давайте начнем с горячего меню. Вот это все, что должно быть теплое, либо горячее. Например, вот темпура. 27. Точно такая же температура, как у напитка. Запеченный. 25. Ну, запеченный, это не горячий ролл. Креветки. 22. Мидии. 25. Все доехало холодное. Опять-таки, давайте разделим. Это закуски, да? То есть, вот креветки, вот эти мидии, это закусочная история. То есть, в принципе, они не обязаны быть горячими. Это законченная мысль. Вот. Но темпурный ролл, например, это горячий ролл. Но он у нас не горячий. Поэтому судим по темпуре, что... Была термосумка вообще? Нет, по-моему, пакет. Просто был пакет, да. Вот в этом проблема. Что вроде бы на улице потеплело, и курьеры не любят термосумки. Вот по себе знаю, курьеры терпеть не могут. Эти термосумки, они при любом удобном случае пытаются везти без термосумки. Это постоянная борьба добра и зла. Вот. Но, короче, приехало все холодное. С чего начнем? Давай начнем... Ну, давай с темпуры начнем. Вот такой вот небольшой ролл. Темпура. Конечно, темпура. Но здесь нет никаких панировочных сухарей. Это обычный кляр. И вот еще имбирь. Кому не хватает имбиря, он, оказывается, есть еще в каждом ролле. Поэтому, в принципе, претензия по имбирю у меня снимается. Я буду округлять цены. Один рубль, я думаю, никому не существенно. 500 рублей стоит такая порция. Так, 15 граммов, короче. 15 граммов. Давай вместе с упаковочкой посмотрим. Да, 225 граммов минус имбирь. Сейчас я уберу имбирь. Без имбиря посмотрим. Все равно 225. Имбирь будто бы ничего не весит. А вот 217. Минус где-то 15-20 граммов сама упаковка. Ну, то есть, ролл 200 граммов. Ребята, ролл 200 граммов. 500 рублей. Ролл с угрем. Значит, первое, что хочу сказать. До того, как я его попробовал, мне этот ролл не нравится сразу. По причине того, что здесь эта темпура не обжарена в панировочных сухарях. То есть, это обычный кляр. Мука-вода. Который используется в качестве основы. То есть, обваливается ролл вот в этой штуке. Потом в панировочных сухарях. И тогда этот ролл становится вкусным, хрустящим, кайфовым. Так, что же тут у них по начинке? Мы с вами видим, что риса очень много. Авокадо есть. Сливочный сыр. И совсем-совсем чуть-чуть угря. Давай посмотрим какой-нибудь еще. Ну вот, абсолютно та же, абсолютно та же канитель. То есть, вот здесь вот мизерное количество начинки. Вот этот угорь. Ребята, это обрезки угря. То есть, это вот всякая кожа, жир. Вот это все. То есть, вот мясо угря я пока не увидел ни в одном ролле. Ну, прям чтобы вот кусочек мяса. Ну, вот здесь вот есть некое подобие мяса. Давай еще посмотрим. Здесь тоже есть немного мяса. Но опять-таки, вот жир, вот этот черный, темный, болотистый, он здесь есть. На самом деле, такой кляр, он тоже возможен. Но мне лично не нравится. То есть, я когда в голове представляю жареные роллы, я представляю это какие-то хрустящие, прикольные роллы. Здесь же получается, что по факту это ролл, обжаренный в оладушке. Вот, ну, мука, вода, вот этот кляр, он элементарный. Точнее, это не кляр, а как получается. Да, это именно кляр, короче. Панировка, это уже следующий этап, который ребята не делают. Ну, за 500 рублей можно типа не делать. Значит, что касается количества риса. Вот я сказал, что риса много. На самом деле, для тембурных роллов действительно больше добавляется риса, потому что очень агрессивная среда, фритюр это очень агрессивная среда. И если ты сделаешь тонкий мат риса, да, то это все просто развалится. Поэтому риса в тембурных роллах, как правило, больше всегда, чем в каких-нибудь холодных роллах. Но в данном случае, на мой взгляд, вот количество начинки, ну, просто, ну, никак невозможно оправдать. 500 рублей цену, вот с таким маленьким роллом, он мизерный, 200 граммов, и таким количеством начинки. Соевый соус. Серьезно. Такой ядреный, то есть они его явно, ну, засахаривают немножко, сами готовят. Судя по вкусу, это кикаман, но пропорция такая, что он, ну, довольно сильно соленый. Ну, неплохой, неплохой. В плане соевого вкуса, соевый соус мне нравится. Я замешал туда васаби, да-да. Довольно миленько. То есть, то, что внутри вот эти остатки угря, если бы их было много, здесь вот то, что они немного начинки добавляют, да, получается, на руку сыграло. Если бы было много, я бы почувствовал неприятный болотистый привкус. Здесь начинки немного, поэтому я его не чувствую. То есть, вот здесь отсутствие угря в начинке, в большом количестве, сыграло в плюс. То есть, в данном случае это, скорее, успех. По вкусу нормально, то есть, рис у них хорошо заправленный, хорошо сваренный рис, не каша. Довольно приятная консистенция. Сливочный сыр нормальный, скорее всего, Хохланд. Авокадик мягкий, не хас, но хороший мягкий авокадо, более простых сортов, но нормальный. И приятный соус у наги, то есть, в принципе, этот ролльчик съесть можно. Но, опять-таки, если мы говорим про горячие роллы, темпур, а он и называется у них, у наги темпура ролл. Я все-таки хочу видеть темпуру в темпурной, ну, короче, в темпуре, в темпурных сухарях. Ну, так, ну, на мой взгляд, своих денег не стоит. 200 граммов ролл с таким количеством начинки, это, конечно, перебор. Ну, чисто такое, на три с минусом. Вот то, что мне, скорее всего, понравится, это, ребята, креветки васаби. Жареные креветки, опять-таки, в этом же самом кляре и опущенные, в хорошем смысле слова, в соус васаби. А соус васаби, это не что иное, как васаби, сгущенка и прочие ништики. Я недавно готовил соус васаби, когда на канале был рецепт гавайских поки. Можете посмотреть, соус элементарный, и он действительно вкусный. И примерно в таком исполнении, как раз я первый раз в своей жизни попробовал вот этот соус в заведении Азия Кафе, которого уже давным-давно не существует. Раньше он принадлежал кофе-хаусу. Зачем вам эта информация? Понятия не имею. Но переваривайте. Итак, ребята, 560 рублей мы платим за 130 граммов с упаковкой. 5 креветок за 560 рублей. Блин, ну может быть, кстати, почему нет креветки, все дела. Соус. Ну, соус недорогой, ребят. Майонез, сгущенка и васаби это дешево. Пробуем. Мне кажется, мой соус, который я готовил тогда с поки, он чуть пободрее получился. Здесь он как будто бы кисловат, то есть, наверное, еще в него добавляют, ну, либо уксус, либо лимон. Чуть-чуть с кислинкой такой. На мой взгляд, немного лишнее, но это вкусовщина. То есть, в целом, да, это тот самый соус. Нормальные, прикольные. Креветки чуть-чуть суховаты. Ну, это такие же, как в поке. И размер у этих креветок средненький. То есть, это креветки не королевские. Это чуть меньше размерный ряд. Тем не менее, ощущаются, ощущаются. Но в них проблема, что, понимаешь, чем больше креветки, тем они сочнее. Вот. Так или иначе, ты жаришь примерно одинаковое количество времени, да. Но в больших креветках у тебя шанс сделать ее сухую, ну, практически невозможен. Вот. Ну, нет, в смысле невозможен. Конечно же, возможен. Ну, просто там лаги времени не так ощутимы на итоговом качестве креветки. В данном случае, они, ну, реально суховатно получается креветка. Ее надо гораздо меньше готовить, чем готовят они. Вот. Потому что, например, там в том ям какой-нибудь, да, креветки вообще не варятся. То есть, ты просто заливаешь горячим бульоном, и все. И у тебя креветки, огромные, большие креветки королевские, спокойно провариваются в горячем бульоне. Без варки. На мой взгляд, блюдо не стоит своих денег. То есть, если бы здесь были креветки больше, возможно, да. Но здесь креветки все-таки такие. Маленькие, поэтому нет. 550 рублей перебор за майонез с васаби и 5 креветок. Но симпатичен по вкусу. Давайте посмотрим мидии. И сразу, конечно, у меня есть вопросы к этим раковинам. Ну и в целом. Позиционируют они эти мидии как запеченный мидии-гигант. 4 штуки. И стоит это 500 рублей. Мидии-гигант. Ну, в принципе, это да. Это новозеландские мидии-киви. Но какие-то самые маленькие их представители. Они бывают, конечно, разные по размеру. Но вот это вот самые небольшие. Так, ну и что бросается в глаза? Бросается в глаза, друзья мои. Это, конечно же, вот это вот безобразие. Вот такие вот раковины. С отколотыми частями. И ладно бы, вот просто была бы такая раковина. В чем, короче, прикол таких раковин? Негативный прикол. В том, что я не уверен, что внутри, под этой запеченной штукой, нет осколков раковины. А осколки раковины это полный отстой. Потому что осколок раковины тебе может какой-нибудь желудочно-кишечный тракт так пропороть, что, ну, был пацан и нет пацана. Вот такая вот история. Это очень опасная штука. Поэтому раковины со сколами это, ну, нормальная практика, только она должна быть надежной. Ну, грубо говоря, там вот, ну, чтобы нигде ничего не болталось. Тогда я могу быть уверен. Но, смотрим дальше. Вот то, о чем я и говорил. Отваливающиеся части раковины. И вот это стрёмно. Вот это капец как стрёмно. То есть вы должны быть на 100% уверены, что с этой едой все в порядке. Когда я вижу вот такой подход, у меня нет уверенности. Еще раз повторю. Раковины с отколами допустимы. То есть никто тебе не обещает целых раковин. Тебе доставка обещает мидию запеченную под соусом. Вот что тебе обещает доставка. Поэтому если там какой-то скол на раковине, хватит ныть. Но когда вот такое происходит, я реально напрягаюсь. То есть у меня нет уверенности, что вот здесь внутри не будет вот этого осколка. Я, наверное, занудел, но это, блин, ребята, это безопасность. То есть это примерно то же самое, что и следить там за тухлой едой. Тухлая еда отстой, потому что это небезопасно. Человек может отравиться. Вот такой подход к изготовлению, это тоже относится к безопасности. Суши Авенюм просто кол за вот такой вот подход. Вот, я уже, я честно, я уже даже не знаю, что говорить по поводу, ну, самих, самой еды. Ну, раковины как раковины. Вроде бы они даже почищенные. Конечно, соус неаккуратно нанесен. Сверху просто плюшка соуса унаги. И это совершенно обычный соус для запекания. Ну, стандартный, все его знают. Майонез там, икра Масага, вот это вот все. Этот еще хитин попадается. Довольно острый, кстати. Вот этим хитином можно обрезать губу. Но это неизбежно. Так и должно быть. Хорошо. Я взял самую целую раковину. И давайте посмотрим, что же там живет. Живет там вполне, кстати, неплохая мидия. Ну, нормальный размер вот в соответствии с этой раковиной в целом. Хотя нет, маленькая она. Честно, шляпа. То есть абсолютно безидейный ролл. Вот с такой отвратительной реализацией. Ну, полная шляпа. Вот. Ну, невкусно. Ну, то есть шапочки, вот эти вот майонезные шапочки на роллах, это законная история. Их делают все. Все любят эти майонезные шапочки. Ну, блин, ну, когда вы делаете мидии, это типа другой продукт. Ну, почему бы не придумать какой-то интересный соус для этих мидий? Вот какую оценку поставить этим мидиям? Ну, я поставлю кол. И не за то, что здесь отколотая мидия со стремным вообще вот этим вот куском, да, отваливающимся. За сам вкус. То есть это просто мидия. Залито обычным майонезным соусом для запекания, который неинтересен по вкусу. Ну, и небрежно, короче, сделано так абсолютно на отвали. Я знаю людей, которые знают хозяйку Суши Авеню. Вот. Ну, к сожалению, или к радости. Если бы я ее знал, я бы не смог снять обзор, потому что я не снимаю обзоры знакомых мне людей. Вот. Очень вот рекомендую прям вот обратить внимание на... То есть, ну, прайс не низкий. То есть, это не дешевое заведение. Потому что 500 рублей за мидий, как бы, ну, типа цена такая довольно высокая. Ну, особенно вот за такое качество. За размер, за интересность соусов, за визуализацию, за то, как это подано. Ну, естественно, за безопасность. То есть, эта цена вообще зашкаливает просто. То есть, за эти роллы рубля бы выеденного не отдал в таком исполнении. Вот руководителю очень советую. Я надеюсь, она посмотрит этот обзор. Прямо вот, ну, ремня дать всем, кто вот это делал. И попробовать сделать, ну, что-то интересное, блин. Лютая фигня, ребят, честно. Так, ну ладно. Мы заканчиваем уже с горячими всякими позициями. Здесь ролл сырный. Называется Nevada Cheese. Стоит 400 рублей. По той причине, что такой информации нет на сайте. Поэтому мы взвешиваем и оцениваем с вами без этого. 243 грамма, минус 15 граммов упаковка и минус граммов, там, 7-10 имбиря. С чем же этот ролл? Ну, сверху опять-таки у Наги. У Наги у них симпатичный вполне. Вот такой вот. Ребята, здесь авокадо. Немного сливочного сыра, либо майонеза. Не очень понятно здесь, что конкретно. И вот это, судя по всему, это не угарь. Это жареный черный лосось. Что такое черный лосось, спросите вы меня? Черный лосось на самом деле вкусная штука. Черный лосось это остатки. Это остатки. Попка, в которой нет начинки. В общем, когда разделывается рыба, там, тиша, да, или теша, как правильно говорить, короче. Всякие вот темные части лосося, там, где на брюшке, ну, они срезаются, да, чтобы остался вот красивый, красивая семга, там, положить на Филадельфию. Все эти части остальные, они либо выкидываются, либо из них делаются какие-то позиции. В принципе, это вкусная, довольно жирненькая, как правило, часть рыбы. Но для того, чтобы ее не выкидывать, ее поджаривают, мешают с каким-нибудь соусцом, например, терияки. Да, и делают какой-нибудь ролл. Это вкусный ролл на самом деле. Я не исключаю, что вот эта штучка будет очень вкусной. Ну, такой нормальный сырники ролл. То есть тут, опять-таки, не про морепродукты во вкусе, а про вот этот сыр сверху иунаги. Они забирают на себя весь вкус. Тем не менее, жареная семга, она довольно яркая по вкусу, и она тоже здесь не теряется. То есть, все равно чувствуешь, вот в отличие от первого ролла, где вообще было непонятно, есть ли там угорь. И слава богу, что было непонятно, потому что угорь, там остатки. То в данном случае, вот остатки лосося, они чувствуются и, в принципе, они сносные по вкусу. Но, ребята, 400 рублей стоит этот ролл. Он маленький, мизерный ролл, 200 граммов. Себестоимость этого ролла, ну, не нулевая, хорошо, здесь есть сыр. Две пластинки сырные, вот эти вот, для чизбургеров, знаете, такие, которые в такой, в целлофане обернутый каждый кусочек. Вот, Хохланд. Вкусный сыр, конечно. Вот, здесь он, две пластинки сыра, рис, остатки угря, остатки лосося, которые выкидываются. Ну, в целом, понимаете, себестоимость ролла, конечно, очень мизерная. Это, по большому счету, успех продавать ролл за 500 рублей. Вот такой ролл, мне кажется, достойный. Достойный уважения, ну и, в принципе, ролл сам тоже неплохой. И я бы себе, конечно, брать его не стал. У нас, вот, я не знаю, пока у нас тут суета, мы когда достали вот эти холодные роллы, я видел волос на... А, вот он, остался. Я думал, он куда-то делся. У нас здесь вот волос на Филадельфии. Вот он. Мы его даже трогать не стали. Какой-то белый, непонятный... Как будто от кошки какой-то волос. Может, это даже вовсе и не волос, а нечто пластиковое. Нет, ну это похоже на волос. В общем, неприятная история. Ну, ладно, это все мелочи. Сет называется «Че-то приуныл», потому что... Блин. Потому что, вот, я не знаю, я что-то... Я, конечно, понимаю все, но почему рыба такая грустная? Я не говорю, что она там какая-то тонкая, еще что-то. Это ладно, это вопрос философский. Почему она такая вот ужасно суховыглядящая? То есть она уже свое отбоялась, эта рыба, понимаешь? То есть это не охлажденная рыба. Мне попадалась у них такая история идеологическая в разделе «Кто мы?». Суши – продукт, заслуживающий любовь практически всех и каждого. Наше меню большое и вкусное, где каждый найдет что-то свое. Здесь согласен, меню большое. Насчет вкусное вопросы есть. Порции. Мы сделали порции. Ну, читаем просто. Мы сделали их действительно большими и вкусными. Ваши порции 200 граммов. Это что, большие и вкусные порции? Серьезно? За 500 рублей? Свежесть. Главный принцип каждого блюда готовится только после поступления заказа. Так абсолютно во всех доставках. Во всех. В люксовых и в стремных. Что не готовятся роллы заранее. Они не лежат. Лежат они где-нибудь в каких-нибудь гипермаркетах «Глобус». А так поступил заказ и начинается делать. Да, это не ваша фишка. Суши-авеню так делают все. И по свежести вот, ну, I have a question, как говорится. Качество. Всегда отбираем и следим за свежестью ингредиентов и продуктов, чтобы уверенно гарантировать лучшее. Обратите внимание на используемую упаковку. Мы стараемся, чтобы ваши заказы были собраны в герметичные боксы, сохранив свежесть, температуру и форму. Именно поэтому я уронил поки. Но это моя вина. Вашей вины здесь нет. Мы готовим из лучших продуктов, не жалеем рыбу. Это не лучшая рыба и она тонкая. Вы жалеете рыбу и у вас не лучшие продукты, суши-авеню. Всегда идем вперед благодаря обратной связи от вас. Итак, идите вперед, получая от меня обратную связь. Это Филадельфия Люкс, чтобы вы понимали. Филадельфия Люкс. Что за зверь? Так у них есть обычная Филадельфия. Ну там вообще такой кусочек рыбы я даже брать не стал. Я думаю, возьму сразу Люкс. Ну потому что это же будет Люкс, да? Сколько же может стоить вот эта Филадельфия Люкс, ребята? 660 рублей стоит Филадельфия Люкс вот с такой вот засохшей, стрёмной рыбой. Но издевательство еще не началось. Читаем дальше. За 659 рублей стоит Филадельфия без всего внутри, кроме сливочного сыра. А если ты хочешь добавить огурец или авокадо, ты платишь еще 40 рублей. Добавить, кстати, все одновременно невозможно. Сайт не позволяет такую опцию сделать. То есть либо огурец, либо авокадо плюс 40 рублей. Итого я добавил огурец. Итого Филадельфия стоит 700 рублей. Вот эта Филадельфия стоит 700 рублей. Вот меня начинает пригорать. Притом, знаете, еще я когда хотел выбрать обычную Филадельфию, да? Я, ну, заскринил себе эту историю. У меня осталось. Вот, когда выбираешь обычную Филадельфию, там можно выбрать, какой лосось у тебя сверху будет. И вот первый пункт написано «Лосось охлажденный». Второй пункт «Лосось гриль», дальше «Лосось копченый». «Лосось охлажденный». Это лютая заморозка. Лютая. У них же огромные порции. Мы только что... Слушай, ну, меня что-то начинает пригорать. То есть я сначала довольно спокойный, лоялен был. Давай взвесим, да, Филадельфия люкс за 700 рублей. А-а-а, рыба тут обернута. Она тонкая, но обернута целиком. Сразу-то и незаметно. Филадельфия люкс. Огромные порции, я напомню. Они сами про это написали. Мы сделали огромные порции. Филадельфия люкс за 700 рублей. 260 грамм. Давайте еще раз. Вот, ребята, вот это структура рыбы, разве? Ну, то есть вот это структура рыбы, которую вот как бы надо любить и уважать. Разве вот это? Разве вот это вот кладут на люкс Филадельфию? Ну, хорошо, вы скажете, я взял самый... Самый плохой кусок. Блин, как они так тонко режут? Правильно, в замороженном виде тонко режется рыба. Возьмем кусок, который пободрее. Блин, ну вот здесь вот... Ну, чуть бодрее, ладно. Согласен. Короче, как есть. То есть, честно, вот, глядя на эту Филадельфию, мне есть нее не хочется. Именно из-за рыбы. Так-то свернут, то есть сами сушистые, неплохо отработали. Давай. Рыба не пахнет свежестью. Нет неприятного запаха, но и приятного нет. То есть, нормальная рыба, она нормально пахнет. Это пластиковая. Короче, ну, просто лютый отстой. Ребята, вот это вот одна из самых неприятных Филадельфий, которые вот я видел. Нет, внешне, внешне вроде бы ничего. Кругленькое, что-то типа обернутое, но обернуто наномикронным лососем. За гранью моего понимания. За гранью. 700 рублей, блин, 700. Ну, то есть, за 700 рублей роллы должны быть с нормальной охлажденной рыбой, которая будет вкусная, структурная. Ее будет много, а не нано-рыба. Давай взвесим вот эти два ролла. Ну, они такие же, то есть, где-то вот 250 граммов каждый ролл. Здесь будет... Даже, видишь, побольше, даже побольше... Нет. Да, да, меньше, блин, с учетом упаковки. То есть, 220 вот так вот граммов. Давайте следующий ролл рассмотрим, я его отдельно доставать не буду. 500 рублей, зеленый дракон ролл, краб, снежный краб внутри, крабовая палка с мазиком, сливочный сыр и крама сага, авокадо, унаги соус. Так, снежный краб. Вот, есть у меня сомнения. Палочки у них дешевые. Это даже не вичи, скорее всего, какие-то попроще палки. Вичи немного по-другому выглядят, но могу ошибаться. Короче, снежный краб, это крабовые палки, замешанные с майонезом. Здесь просто крабовые палки. То есть, вот если их подмешать с мазиком, они станут вкусные. А здесь они будут суховаты. Но в целом, ролл выглядит неплохо, симпатично. Вот этот вот сверху авокадик нарезан тоненько, очень тоже аккуратно все выглядит. Мне нравится, как выглядит этот ролл. Вот, и стоит он 500 рублей, что, в принципе, необъяснимо. Я уже настолько в своей жизни привык к большим роллам, что вот ловлю себя на мысль, что я подношу ролл и раскрываю рот для помещения туда еды сильнее, чем необходимо. Эволюция. И не потому, что мне понравилось, мне просто... Ну, вот хочу ощутить еще раз вкус просто крабовой палки. Без какой-либо приколюшки. У нас большие порции, говорили они. У нас вкусные роллы, говорили они. Короче, палка без мазика. Отстой. Ты ешь это просто как крабовый салат. Вот реально ощущение от него. Но благодаря авокадо добавляется какая-то вот легкая жирность. Авокадо, опять-таки, повторюсь, это не хас, это не самый топовый авокадо. Абсолютно обычный авокадо. Тем не менее, он довольно мягкий. С небольшой такой хрустинкой. Это допустимо, это нормально, даже скорее приятно. Когда прям совсем мягкий, это уже гуакамоле. Это уже отдельное блюдо. Ну, и опять соус унаги, он, естественно, что не полей. Он все, вот у них практически все полит соусом унаги, разруливает. Отстойный ролл. Нет. Ролл невкусный. Крабовая палка не самая топовая. Плюс крабовая палка не замешана нормально. Чуть-чуть мазик сюда должен идти. Все-таки для адекватности. Вот был бы он с мазиком, наверное, было бы чуть поинтереснее. Ну, ладно. Я лояльно к этому заведению, ну, так, настроен был в целом. Ну, так, судя по фоткам, я думал, что будет сильно получше, конечно. Вот, Канада. Ребята, Канада. 600 рублей стоит Канада. Они в Канаду добавили снежный краб. Ну, опять, в их понимании, снежный краб это крабовая палка, с которой делается нихрена. Но тут написан майонез. То есть, возможно, здесь все-таки есть замес майонеза. 600 рублей, мама дорогая. Нет, вот смотрите, вот с этой стороны выглядит не очень эпично. Давайте я вам переверну. А вот здесь вот, это просто крабовая нахрен палка. Просто целиком. Друзья мои, а там действительно есть небольшое количество майонеза? Там правда есть майонез? Как будто бы действительно есть мазик, ребят. Ну, ладно, подожди. Угря они разделывают, в принципе, неплохо. Немножко вот этого жира они оставляют. Ну, на мой взгляд, чуть многовато, но не критично. То есть, в целом, тут мяса самого больше, чем вот этих жирных историй. Хочется угря почище. Здесь есть мазик. Вот в предыдущем ролле надо сделать так же. Туда добавить мазик будет норм. Вот здесь так не ощущается. Этот ролл вкусный. Вот это первый вкусный ролл, который мне понравился. Мне максимально странно, что в Канаду добавляются не какие-то там крутые ингредиенты наподобие семги. Потому что семга в Канаде, как бы, ну, классический рецепт такой. Сверху угорь, внутри семга. Тут семгу заменили на крабовые палки, которые, ну, сильно дешевле. Тоже не самый дешевый продукт, но они сильно дешевле, чем семга. При этом на цене это не сказалось. То есть, Канада, 200-граммовая Канада стоит 600 рублей. Это оверпрайс, конечно, за Канаду с палками. Тем не менее, вот опять этот жир. Вот он. Вот это срезать надо. Вот это срезать надо, ребята. Его не так много, и слава богу. Тем не менее, должен сказать, что это вполне годное сочетание. То есть, я не могу сказать, что это невкусный ролл. Ну, опять-таки, у наги разруливает, как всегда. Ну, тут есть угарек. Крабовая палка с угрём вполне себе неплохо сочетается. Ну, и повторюсь, вначале сказал, что рис у них хорошо сварен. То есть, хороший рис, нормальный кусок угорька, крабовая палка с мазиком, что уже неплохо. И в целом, в целом годный ролл. Вот за сегодня это самый годный ролл. Самый негодный ролл, это вот эта позорная Филадельфия. Это просто что-то лютое, ребята, честно. На словах, как говорится, они Лев Толстой. А по факту, к сожалению, так. Абсолютно я расстроен тому, что сейчас происходит. То есть, в принципе, вот не так-то много поправить. То есть, немного мозгов подключить. Вот поварам, да, не давать такие мидии, например, как вариант. Вот чуть-чуть доработает рецепт, и это, ну, можно будет есть. То есть, это заведение на уровне, вот, ну, никто на меня не обижаетесь. Ну, это вот Суши Вок, Суши Шоп, то есть, вот из этой же серии. То есть, вот прямо это совсем далеко-далеко до всяких там Блюфина и нормальных, короче, годных мест. Прям вот как до Луны. Но при этом прайс у них не Суши Вока. Вот как с этим быть, я не знаю. То есть, мидии за, там, за 500 рублей, понимаешь. Ну, Филадельфия за 700, вот в таком качестве. Ну, мы его, мы его, ну, если не верите, я эту Филадельфию выкинул. Ну, серьезно, я, ну, вот она, сорян, но она здесь. Еду выклидывать плохо, но мне просто не очень понравилось, как пахнет лосось. Честно, ну, мне стремно. Вот. Те роллы, наверное, съедим. И, то есть, это странно. Суши Вок по цене, ну, какой-нибудь нормальной доставки. Блин, у меня в голове не укладывается. Ну, видимо, это продается. То есть, раз филиалы открываются, людям это, как бы, ну, окей. Люди такие, ну, а чё? Ну, а чё, блин? Отколотая раковина, ну, а чё? Типа, ну, рыба стрёмная, ну, а чё? Ну, нормально. Не, ребята, слушай, слушай, я виню. Серьезно, вот, ну, без приколов. То есть, если руководитель будет смотреть, вы просто... Я не хочу вас обижать, ну, блин, ну, вы же мне это сделали. Пересмотрите чуть-чуть, вот, немножко тумблер так вот перекрутить, переключить. Немножко последить, чуть-чуть наладить. То есть, понятно, там, вы бизнесом, наверное, занялись. Может быть, не очень там время есть последить. Ну, вот, уделите прям внимание, поездите по филиалам, там, с поварами немножко поработайте, прям, побудьте там. Вот это всё надо прям капец как. То есть, прям напалмом выжигать такие штуки в своих заведениях. Ну, либо всё пойдёт по жопе. Просто, ну, просто пойдёт, и всё, и когда-нибудь всё свалится в говно. Ну, либо останется под пивко, понимаешь, будут брать особо обеспеченные жители Митина. Вот, ещё один ролл, ролл, который называется Юта, стоит 560 рублей. Лосось, креветка, краб-микс, опять вот это вот. То есть, там был снежный краб, а тут краб-микс. Не знаю, с чем они его замесили. Сыр, огурец, омлет, кунжут, майонез, сок юдзу. Сок юдзу? Юдзу это такой цитрус. Как интересно. Ну, давай взвесим, опять-таки, граммов у нас нету, да, мы поэтому сразу минус 20-25 граммов вычитаем. Вот, 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 вот уже крупненько, понимаешь, тут вот сверху шапочка, уже это чуть покрупней за 560 рублей, может быть, даже и ничего. Что-то здесь интересное, ребята, сверху какой-то то ли орегано, то ли что-то вот насыпано, какая-то травка. Ребята, у них что краб-микс, что снежный краб, это вот крабовая палка внутри, всё. Короче, у них просто разные названия одного и того же, так вот и живут. Сверху у нас здесь лосось, опять-таки, ну, с которым мы знакомы, и, честно говоря, в таком виде он выглядит немножко безопаснее, чем в Филадельфии, поэтому я, пожалуй, это съем. Какой-то интересный и непонятный запах. Подожди, лосось, краб, а где мы, где омлет? Ещё раз, креветка, видимо, вот здесь вот замешано всё сверху, креветка, лосось, краб-микс, краб-микс внутри, омлет сверху, что ли. Непонятно, где омлет. Сок вот этого цитруса очень прикольным ощущается. Сверху какие-то специи, как будто для баранины, ну, типа, типа аджики или что-то такое. Не знаю, ну, то есть, ощущение, что я ем реально какую-то вот запечённую баранью ногу. Вот такие вот специи здесь использовали. Красный перец там, чеснок. Это очень странно, это очень странно. Ролл, в принципе, симпатичный, ну, то есть, его можно взять. Ну, вот эти специи я бы убрал, они вообще здесь как-то ни к чему абсолютно, именно по вкусу. А вот, значит, нотки юдзу усилить бы, тогда было бы замечательно. То есть, соком они вот это всё полили. Вкус есть, но его бы усилить, знаешь, как-то вот цедру, может быть, немножко вот сюда чуть-чуть её попробовать там счистить. Как-то было бы поинтересней. То есть, жалко, что сок юдзу был испорчен, на мой взгляд, вот этими дополнительными специями. Что такое юдзу? Ну, в принципе, вы сейчас увидите это на экране. Вот, юдзу. Полуапельсин, полумандарин, что-то такое. Среднее. Ладно, нормальный ролл. Не самое страшное, что с вами происходило. Ребята, с поки, вы поняли, что происходит с поки, но давайте его обсудим, да. То есть, то, что я его уронил, не отменяет того факта, что я могу вам про него что-то рассказать. В целом, окей. Большой вопрос, что с соусом? Вот есть соус какой-то. Ну, мизерное количество какого-то соуса. Дай я попробую, что это за соус. Ну, идейно, соус скорее к поке. Но и к салату Цезарь он бы тоже мог бы подойти. В общем, авокадо обычный. Редиску чуть тоньше. Было бы неплохо, наверное, навязать. Не, нормально. Не надо ничего тоньше. Кревитосики. Креветки сухие. Ну, вот те же самые креветки, что были в креветках васаби. Так себе варик. Сколько стоит у них поки? Взвесить не сможем, ребят. Сорян, давайте. По-моему, это единственное блюдо, кстати, где у них указан вес. Реально. 500 рублей стоит поки. 360 граммов. Вот. Я сейчас взвесить не могу, потому что половину нам пришлось выкинуть. Уронил на пол. Соус 30 миллилитров. Соевый соус 30 миллилитров. Как они это делают? В описании подается с тремя соусами. Двоеточие. Поке соус 30 миллилитров. Соевый соус 30 миллилитров. Третьего нет. Подается с тремя соусами. Слушай, я веню. Ну, у меня бардак, конечно, бардак. Ну, то есть, они подают, видимо, вот поки соус, это вот оно. То есть, я это должен догадываться сам, что вот это поки соус. 30 миллилитров. Ну, вот это мерная емкость, по-моему, 20-очка, мне кажется. А, 25, смотри. Ну, то есть, 30 миллилитров не предполагает 30 граммов соуса, как я понимаю. Да, предполагает 23 грамма соуса минус упаковку. Ну, то есть, 20 граммов. То есть, вот такого количества соуса, я бы понял. Вот такого количества соуса, я не понимаю. Слушай, ну, давай представим, как будто бы я креветку вот сюда обмакнул. Креветка сама, кстати, в каком-то... В чем-то сладеньком, типа сладкого чили. Уже все-таки к салату соус, реально. Здесь вот как будто бы есть он уже внутри. Вот видите, в чем-то... В чем-то здесь испачкан рис. Ну, скорее всего, сладкий чили. Соус сладкий чили, банальный, обычный. Хотя нет, вот в Цезаре там я вижу, что тоже где-то есть соусец. По-моему, Цезарь это второе блюдо, где есть вес. А, нет, нифига. Ну, давай взвесим. За 460 рублей Цезарь, ребята. Ну, мы вычитаем упаковку. Ну, хорошо, 210 граммов за 460 рублей. Что с этим миром не так? Так, ну, что мы здесь видим, ребята? То есть, вот, посмотри. То есть, гренки, они запечь для меня специально не хотели. Не собирались они порезать хлеб, запечь. Они в тостере поджарили нахрен хлеб. Ну, либо с двух сторон на сковородке. Кусок хлеба. И потом его порезали. Видишь, вот эти вот бледные края? Это говорит о том, что им вообще без разницы. Так, ну, мясо, ребята. Мясо у нас, ну, вот такое вот мясо. Серого, грустного вида. Тоже оно уже свое отбоялось. Что касается соуса, есть ли он, нет ли. История умалчивает. Вот, мы видим, что какой-то соус на листьях присутствует. Ну, мы это и попробуем. За 460 рублей, понимаете, нам вот сразу соус добавили. То есть, за 450 рублей мы не имеем права претендовать на отдельно лежащий соус. Чтобы у нас это все не потекло. Ну, то есть, ну, за 460 рублей кто мы такие, чтобы претендовать на вкусный соус с анчоусами? Да идем мы нахрен. За 460 рублей. Да мы такие, чтобы претендовать на несухую курицу. Зато перепелиное яйцо есть. За это лайк. Ну, то есть, в этом салате они сделали все, что могли вот сделать плохо, они сделали плохо. Сухая курица, невкусный соус, стрёмно сделанные сухарики. Понимаешь, и все это за 460 рублей. Ну, за гранью понимания, ребята. Суши, суши-авеню, клянусь, я был настроен максимально лояльно к этому заведению. Я не знаю почему. Потому что через там несколько знакомых мы знакомы с ее хозяйкой. Лично нет, но через одно рукопожатие мы, я знаю, кто она, возможно, она тоже знает, кто я. Вот, поэтому мне немножко, конечно, ну, учитывая, что я свои обзоры честно снимаю, я не стараюсь никого там обосрать. Специально, знаешь, вот, ну вот, специально лишь бы докопаться. Вот сегодня не было ни одного момента, может быть, там, лет 5 назад я действительно в некоторых моментах просто докапывался. Бывало такое. Но сейчас уже, как бы, дядя взрослый, дяде это не надо. Сегодня не было ни одного момента, где я просто докопался. То есть, все, что сегодня было, честно говоря, это довольно лютая хрень. Еще раз повторю тезис, что Суши Авеню, один из миллионов доставок Суши, которых вот на районе, в том же Митино, всякие Суши Лав, Суши Вок. Ну, вот, реально, Суши Вок даже, последние, там, вот, несколько переобзоров наши на канале показывали, что даже Суши Вок, наверное, лучше был. Ну, хотя, опять-таки, там, все зависит от точки и от франшизы. Поэтому, честно, вот, доверия у меня этому бренду нет, этой кухни нет. И это доверие у меня пропало на мидиях. Вот как, вот как мидии я увидел. Понятно, короче. То есть, вот, как они относятся к работе, в принципе, понятно. На мой взгляд, должно быть стыдно Суши Авеню. Ну, поварам уж точно. То есть, вот, повара, которые делали этот заказ, ну, ребята, надо прям вот глаза в пол опустить и покаяться. Потому что, ну, что-то пошло не так. Руководитель, еще раз, прям, совет ремня всем. И, может быть, все это, потому что, ну, брендик прикольный, филиалы есть. То есть, вот, вот, когда такая-такая небольшая компания, но вот какая-то такая домашняя, местечковая, да, ну, прикольно, за ней следить надо. И все будет, в принципе, неплохо. Ну, и, конечно, на мой взгляд, денег, Суши Авеню, своих, которые они просят, не стоят. У всего есть своя цена. Есть блюфин, который дорогой, дорогой. На мой взгляд, даже дорогой блюфин своих денег стоит. Вот там, мариман какой-нибудь, своих денег не стоил никогда. Ну, блюфин, он, как бы, может быть, соответствует. Да, можно найти аналоги, которые по цене будут сильно ниже, чем блюфин. Ну, тем не менее, там, вот эти коробки, все, вот, подача, все это замечательно. В данном случае цена не соответствует. По сервису они провалились. Я за палки, круглые палки не прощу. По вкусу, на мой взгляд, они почти провалились. Больше провалились, чем нет. Вот оценки выставляем. Здесь они появляются. Скорость, ну, нормально. Нормально. Ну, короче, ребята, вот мои оценки. Я подумаю. Вот они здесь появляются. Ну, это точно вообще не топ. Не топ. Не топ нашего рейтинга. Не могу, ребята. Ищите другие альтернативы. Прямо вот сильно, сильно рекомендую. Суши ВОК, например, мне кажется, будет даже где-то понадежнее, пободрее. Вот. Суши Авиню без обид. Справляйтесь. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok